В процедуре технического осмотра автомобиля произошли изменения. Поправки, принятые правительством Российской Федерации, вступили в силу с февраля 2018 года. О новых особенностях получения диагностической карты расскажет наш корреспондент. Изначально в Минэкономразвитии предлагали изменить не только техническую процедуру осмотра автотранспорта, но и установить диагностических центров фото- и видеофиксацию. В свою очередь, контролировать работу оператора станцией технического осмотра должны были сотрудники Ространснадзора. На данный момент изменения произошли лишь в технической части. Так, для получения диагностической карты владельцы авто должны потратиться не только на аптечку и огнетушитель. Федеральный закон номер 170, который вступил в силу с 12 февраля этого года, внес некоторые изменения в прохождении правил технического осмотра. Если раньше было разрешено на одну ось шипованную, на другую не ошипованную, то теперь, только если шиповная, значит шиповная. То на всех осях должна быть ошипованная резина и вывешен сзади знак Ш. Запрещается эксплуатация транспортного средства при отсутствии аптечки, знак аварийной остановки и огнетушителя. На транспортных средствах самовольно установлены, как в народе говорят, кенгурятники, трубы и так далее, и так далее. И этого теперь тоже не должно быть. То есть техосмотр вы не пройдете. Итак, что же нужно знать водителю для приобретения заветной карты в 2018 году? Начнем с того, что изменение вида фар и стекол является грубым нарушением. Поэтому любителям домашнего автотюнинга стоит умерить свой пыл. В соответствии с действующими поправками, любые изменения в конструкции автомобиля, вопреки техническому регламенту, запрещают его эксплуатацию. Помимо внешности автомобиля, специалисты ТОТ тестируют его исправность по 65 пунктам. В 2018 году ваш железный конь должен иметь двигатель в отличном состоянии. Если раньше разрешалось небольшое подтекание жидкости из рабочих систем автомобиля, с введением новых поправок к законам это строго запрещено. Так или иначе, новая система ненавязчиво подразумевает перед прохождением ТО посещение владельцев автомобилей сервисных центров. А как иначе? Ведь соответствовать такому перечню требований может разве что новый автомобиль. Напомним, что с 2012 года процедуру техосмотра могут осуществлять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Лицензия на осуществление этого вида деятельности по-прежнему выдается Российской ассоциацией автостраховщиков. Помимо этого изменилась и сама диагностическая карта. Если раньше в ее номере была 21 цифра, сейчас это количество уменьшилось до 15. С недобросовестными автолюбителями, которые приобретают поддельные диагностические карты, борются сотрудники госавтоинспекции. Водители часто беспокоятся, нужна ли диагностическая карта для оформления полиса ОСАГО. Или достаточно будет назвать серийный номер страховщику. Отвечаем, карта в бумажном виде не нужна. Кодов 15 цифр вполне достаточно. Так, автомобиль, прошедший техосмотр, автоматически занесен в базу данных. Ольга Жукова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова